В Бресте постоянно ведутся работы по созданию и улучшению условий безбарьерной среды. Снижение бордюров на пешеходных переходах, строительство переходов с применением ярко-желтых тактильных наземных указателей, эти и многие другие факторы значительно упрощают передвижение по городу инвалидов и пожилых людей. Но если вопрос с комфортом решается, то быть востребованным и полезным обществу инвалиду по зрению все еще непросто. Именно на решение этой задачи сконцентрированы представители Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В рамках постановления Совета Министров в каждом регионе в территориальных центрах будут кураторы, которые будут заниматься именно инвалидами по зрению. То есть в каждом регионе они есть, безусловно проблемы существуют. И мы хотим наладить контакт для успешной работы, чтобы действительно жизнь для людей, особенно незрячих людей, была более комфортной. Инвалиды по зрению – самая незащищенная категория населения. Им в разы сложнее найти работу, поскольку их круг специальностей очень узкий. В Брестской области 18 тысяч людей с инвалидностью, 57% из них работают. Помогают в этом специализированные предприятия. В областном центре это «Вертекс Брест». В будущем планируют увеличить количество рабочих мест для инвалидов по зрению. На сегодняшний день подходим к решению проблемы через квартирование рабочих мест для инвалидов. Предусматривается в законе о том, что будет предусмотрено, что каждое предприятие будет обязано с численностью более 100 человек создавать рабочие места для инвалидов. Это два пути – сохранить специализированные предприятия и через квартирование. А также еще есть система государственной поддержки через службу занятости, что вот эти люди являются слабозащищенными и для них в первую очередь оказывается содействие трудоустройства. Для скорейшей адаптации и социализации инвалиды по зрению могут воспользоваться ТИФЛО-средствами. Средствами, которые помогают воспринимать визуальную информацию на слух. Чтобы быть с ними на «ты», необходимо только желание человека и немного усердия. В дальнейшем ТИФЛО-средства становятся хорошими помощниками в быту и увеличивают шансы удачно трудоустроиться. Все устройства имеют речевое сопровождение, потому что без этого, к сожалению, нашим незрячим никуда. То есть все должно сопровождаться голосом. И много бытовых устройств, которые тоже облегчают людям в быту. Те же весы, говорящие часы, тонометр, термометр. Самое, считаю, основное средство – это наши белые трости. Несмотря на развитие технологий, различных навигационных программ, которые нам тоже доступны, но без белой трости мы никуда. Потому что ни один навигатор нам не скажет, что впереди у нас находится. Он только дает нам направление. Кроме того, на конференции по теме социального партнерства и взаимодействия обсуждали задачи на ближайшие несколько лет, а также планы сотрудничества с другими организациями.